Добрый день дорогие друзья! Мы находимся с вами в недельной главе Хаазину И написано в главе Хаазину что когда Всевышний давал границы народов разделил он их соответственно числу сынов Израиля Сначала мы знаем что Всевышний затопил водами потопа всех людей не видевших его и людей не осталось кроме Наха и тех что с ним в ковчеге После этого Опять сыны человеческие восстали сделали башню вавилонскую но Всевышний не уничтожил человечество Он дал им существовать и не погубил и установил пределы народов по числу или для числа сынов Израиля Ради числа сынов Израиля которые произойдут от Шема Было у Наха от Рисы на Шем Хамиефет вот от него и по числу семидесяти душ сынов Израиля которые сошли в Мицрае в Египет Он оставил пределы народов семьдесят языков Это мы находим в комментариях Раши Он находит это в Усифре Ибо доля Господа народ его Для чего все это Почему Привечный сохранил народы поколение раскола Потому что его доля находилась среди них И должна была выйти из их среды А кто из его доля Его народ А кто из его народ Яков Вер в его владение И он третий из праотцов имеющий тройную заслугу заслугу своего деда и заслугу своего отца и заслугу и свою заслугу Всего три подобно верве сплетенной из трех двойных пасам А он Яков и его сыны стали его уделом Но не Ишмаэль сын Аврагама и не Исал сын Эцхака Он нашел его на земле пустынной их сынов Израиля Нашел верными ему на земле пустынной когда они приняли его Тору его царскую власть и его бремя Чего не сделали ни Ишмаэль ни Исал Как сказано Ивасиал Атира им свет явил от горы Паран Мы это читаем с вами Говорится что Всевышний явился и сначала пришел он от горы Сиир Что это за гора Сиир? Мы знаем что Исал поселился на горе Сиир Они там изгнали хореев которые жили до них Всевышний предложил в первую очередь Исалу Вы примете Тору Исал спросил что в ней написано Всевышний сказал написано не убивай Он сказал нет мы охотники мы убиваем и нам по другому жить нельзя тогда Всевышний пошел в пустыню Паран а кто у нас живет в пустыне Паран Ишмейль потому что там написано что поселился в пустыне Паран и мать взяла ему жену из страны египетской спросили снова Ишмейля Ишмейль спрашивает сыны Ишмейля спрашивает а что написано в Торе Всевышний сказал не укради сыны Ишмейля сказали ну как не укради мы же торгуем не украдешь не проживешь нам это не подходит и не приняли после этого Медраж говорит что Всевышний обратился к сынам потомкам Лота Маву и Омону вы примите Тору они сказали что здесь написано Всевышний сказал написано не прелюбодействуй они сказали что мы сами произошли от такой связи отца с его дочерьми мы знаем события с Лотом когда он поселился в пустыне в пещере вернее когда был уничтожен с дома Мора Адмацвай и Вицар и его дочери решили сохранить род человеческий они поняли что уже людей на земле не осталось они решили так продлить род он его напоили винов и переспали первую ночь старшая переспала с ним вторую ночь младшая переспала с ним и так родились два народа Мавы и Омон так они сказали мы сами такой связи произошли поэтому нам это не подходит мы не принимаем а когда Всевышний пришел к нам в Израиле в пустыню после всех чудес которые он сотворил с нами и он спросил вы примите Тору мы сказали на Сэмванишма выполним и будем слушать так сказали что мы сначала выполним не разбираясь что нам нравится или не нравится а потом будем слушать и так мы приняли Тору на горе Синай и поэтому мы стали его народом как пишется здесь в комментарии Раши и теперь есть у нас 70 народов мы можем их найти в главенах они перечислены и есть 70 человек семья Якова спустившаяся в Египет вот так разбирают наши мудрецы что теперь у нас народ который надо контролировать святой народ если мы себя хорошо ведем то и всем хорошо и народам 70 хорошо а если нет то нас 70 народов ставят на место ясно в этой главе написано много о таких вещах написано что мы начинаем себя плохо вести и написано что Всевышний нам подарил хорошую страну и подарил хорошие дома которые были раньше в этой стране у которых жили кнане и подарил виноградники которые они мы насаждали и сады которые мы насаждали и все у нас готово и Всевышний говорит что живите теперь по законам Торы а мы начинаем зазнаваться мы говорим что мы своим трудом этого достигли что это крепость нашей руки и наша мудрость и вот мы достигли этого богатства вот и забыли кто нам дает силу приобретать богатство мы хорошо с вами знаем что есть люди очень тяжело всю жизнь заработают и мало чего не получают мы это с вами знаем это никакой не секрет а если Всевышний благословит чья действительно может получить богатство и не только духовное и материальное может получить но обязательно нужно благословение Всевышнего а чтобы его получить нужно жить так как Всевышний говорит ничего зря не бывает если у человека казалось бы вот он вроде не заслужив но у него есть больше чем у другого человека то значит у него предки были которые это заслужили так тоже бывает написано что помни доброе дело отцов на тысячи поколений их потомков тысячи это наш мудрецов как минимум две тысячи множественное число стоит а припоминает вину отцов их дети и внуков третьего и четвертого поколения то есть это в 500 раз получается Всевышний меньше помнит наши грехи чем хорошие поступки естественно если отцы хорошо себя ведут то и дети получают за это награду даже если они себя и не не всегда правильно ведут то есть защита за поступки отцов вот так вот то есть поэтому надо стараться не только для себя чтобы заработать себе награду но и для наших будущих детей и внуков и правнуков как Всевышний подарят вот мы должны стараться и дальше на все поколения и меньше грешить и на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан для заподнятия души Владимир Бен Григорий Павел Бен Ефим Самуил Бен Герш Хая Малка Бат Йосиф Мира Бат Аврагам Роза Бат Михаэль Памяти Яков Бен Ахум Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель Сда Здоровья Светлана Бат Клара Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Берта Бат Фейга Марк Бен Нина Ира Бат Сара Шимон Бен Ицхак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Пер Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двора Бат Мирям Моисей Бен Ева Ирина Бат Двора Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Моэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Лена Риор Бен Клара Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Сара Татьяна Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Мазл Бороса Сгула Ирина Батури Арон Рей Бен Нури Завершая духа Арон Рей Бен Двора Днис Бен Ахум Абигаль Бат Сара Проноса Ябрюк Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Мария Всего хорошего Олегу Марченко И всем остальным Кого мы еще не перечислили То есть Всем браха Проноса Камана Мазл Тол Что мы это время Не грешили Читали Тору Мы находимся В преддверии Величайшего праздника Когда Всевышний Нам Запечатывает нас Книгу жизни Если мы того заслужим И чего я всем желаю Чтоб мы выдержали Этот пост Который начнется завтра И Около 25 часов Он идет Нелегкий пост Но зато Мы можем получить Прощение Это шанс Нам надо Всех хорошо вести Молиться в этот день Чтоб Всевышний Подарил мир На всей земле Всем желаю Крепчайшего здоровья Всего самого лучшего Шалом Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok